Вольф Мессинг, Ванга Нострадамус. Все эти имена у нас на слуху. Но эти люди не актеры, не музыканты и далеко не ученые. Окружающие называют их ясновидящими. Согласно современному толковому словарю, ясновидение – чудодейственная способность предугадывать, распознавать будущее и явления, недоступные восприятию обыкновенного человека. Согласно статистическим данным, всплеск активности экстрасенсов происходит в те моменты, когда государство переживает не самые лучшие времена. Этим можно объяснить появление Кашпировского и других ясновидящих, которые могли заряжать воду через экран телевизора. Сейчас количество людей, владеющих такой силой, поубавилось. Но то и дело во всемирной паутине или газете можно найти номер человека, который способен снять порчу, убрать с глаз или сделать оставшуюся жизнь счастливой и долгой. Но людей, которые к ним обращались, можно встретить нечасто. Вы когда-нибудь обращались за помощью к ясновидящим или экстрасенсам? Нет, никогда. А почему так? Я им не верю. Тут раньше никогда не было экстрасенсов. А теперь они появились откуда-то. Потому что им дали возможность хулиганничать, безобразничать, обманывать людей. Их надо привлекать к ответственности. Нет. А почему так? Ну, потому что я в душу только Богу верю. Нет. А почему? А зачем? Вообще все это от лукавого, если честно говорить. Конечно, все вот это. Но тем не менее, вот я знаю, вот у меня друг, который, я не знаю, как-то ему удается снимать головную боль. Вот он помогает людям там как-то, я уж не знаю. Может быть, какие-то точечные там манипуляции вот на теле человека. Может быть, так. Ну, вообще, вот как он занимается всеми этими делами. У каждого человека есть страхи, которые носят названия экзистенциальные. Боязнь смерти, страх за благополучие своих родных или близких. Этими факторами обычно и пользуются псевдогадалки и ясновидящие, которых можно встретить на улице. Они читают неплохо, они хорошие такие, как бы, нативные психологи. Они способны считать с вашей внешностью то, что именно к вам надо подходить. Такие люди способны по одному выражению лица сказать – грустно вам или весело. А поза человека способна выдать все его мысли. Поэтому хорошие гадалки увидеть в обычных прохожих хорошо внушаемого не составит труда. Правда, за такое грозит уголовное наказание. По статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошеннику грозит штраф в размере 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Если же действовала группа лиц, то штраф возрастает до 300 тысяч рублей, а уголовный срок до 5 лет. Но и от гадалки на улице можно защититься ее же способом. Ведь действуют они по простой схеме – перегрузить мозг человека фактами, и тогда он будет внушаемым. Вне зависимости от того, сколько людей верит в экстрасенсов, а сколько нет, этот рынок будет существовать всегда. Людям хочется верить в чудо, и что обычный амулет из подручных средств сделает их жизнь успешной. К тому же сейчас на рассмотрение в Государственную Думу направлен закон о легализации оккультно-магической деятельности. Депутаты отмечают, что услуги подобного характера распространены в нашей стране достаточно широко. Однако никакой законодательной базы по регулированию такой деятельности не существует. Возможно, в скором времени нам предстоит жить в мире, где ясновидящие экстрасенсы станут обычными работниками сферы услуг.